В деловом мире большое значение придают личным знакомствам. Находить новые связи и поддерживать старые помогают клубы бизнесменов. Объединение людей в сфере предпринимательства, помогающие их участникам делиться опытом и взаимовыгодно сотрудничать. В Карачаево-Черкесии пока еще официально не создан клуб предпринимателей, но все может измениться в ближайшее время. А как именно, обсудим с нашими гостями. Здравствуйте, в эфире телеканал Архвест 24 «Свое дело». Гость сегодняшней программы – президент Ассоциации предпринимателей Республики Башкортостан Рустем Фадхулин. Здравствуйте, Рустем. Здравствуйте, Марьян. Очень рады видеть вас сегодня у нас в гостях. Прежде чем мы будем разговаривать о вашем визите к нам в республику, давайте поговорим немного об Ассоциации предпринимателей вашей республики. Что это за объединение, кого вы там собрали и основная цель деятельности? Ассоциация предпринимателей Республики Башкортостан – это общественная организация, которая объединяет предпринимателей, которые входят в состав республиканских предпринимателей. И, наверное, общая самая главная цель – всем коллегам помочь в ведении бизнеса. Но у нас ассоциация достаточно молодая. До этого мы существовали как некое неформальное объединение – бизнес-клуб. И несколько лет назад у нас у сообщества, оно так как-то быстро образовалось, появился запрос впервые на выстраивание диалога между бизнесом и властью. И после этого мы решили, что нам нужен юридический статус, мы создали ассоциацию. То есть сегодня это официальная организация, зарегистрированная, не просто объединение? Да, оно объединение по своей сути, но оно зарегистрированное. И, в принципе, мы уже в течение двух лет проделали достаточно большую работу. И сегодня ассоциация развивается. У нас есть представительство за пределами региона. Все началось с Привовского федерального округа. И в этот визит у нас появился представитель у ваших соседей в Ставропольском крае. И у нас даже есть представительство за рубежом. Это для налаживания связей, да? Таких деловых, скажем так. Деловых, да. И вы знаете, когда мы начали все-таки выстраивать вот этот диалог бизнеса и власти, когда вот началась уже такая, будем говорить, яркая, четкая работа, мы поняли, что очень проблемна сама коммуникация между бизнесменами. А для того, чтобы бизнес развивался, нужен диалог и бизнеса, и бизнеса. Поэтому одна из задач все-таки вот этот диалог устраивать. В связи между предпринимателями самими же. Изначально получается, что ваша организация появилась без поддержки, да? Допустим, республиканского минэконома вашего, да? То есть просто как вы сами. Да, она появилась, но будем говорить, некая инициативная группа. Давайте все-таки искать себе единомышленников. Мы начали проводить определенного рода мероприятия деловые. И как-то вот в тот момент в республике, наверное, был какой-то дефицит, голод вот на такие мероприятия. То есть откликнулись, да? Откликнулись очень быстро. И в принципе... Но мы сразу подошлись системно к этому процессу. Мы изучали и труды наших известных, будем говорить, профессоров. Вот, и там Петерим Сорокин, и Петр Щедровицкий. И у нас сразу появилась некая общая модель трехлетнего развития, да. И мы взяли, значит, у нас появился такой девиз «Вместе к успеху». Успех вроде понятно. Вот, а что значит вместе? Вместе, да, да. Казалось бы, предпринимательство, каждый сам за себя. Каждый сам за себя, да. И мы вот выстроили, взяли за основу первых трех лет формулу успеха. Томаса Ленарда «Успеха» — это знания, мышление, окружение. И три сезона мы как бы вот деловых сезонов. У нас принято считать, что с сентября по май, по июнь — это вот деловой сезон. Потом некие каникулы. И вот мы над каждым годом работали. И вот сначала делились знаниями, приглашали спикеров, экспертов. Второй год работали над мышлением. А мышление предпринимательское — это найти возможности для себя, да. И третий год мы уже устраивали отношения, чтобы вот, будем говорить, налаживать. Реального результата. Да, и вот как-то все вот так началось. Сегодня вы говорите о том, что вы выстраиваете диалог между предпринимателями и властью. Конкретно какие мероприятия проводятся? Допустим, вы доносите до предпринимателей меры поддержки или встречи какие-то устраиваете? Вот как выстраивается этот диалог? Вы знаете, у нас, наверное, четыре основных направления. Да, это вот первая деловая повестка, где мы пытаемся, ну, во-первых, и сами узнать, и рассказать о тех формах господдержки. На самом деле в республике сейчас просто вот такая вот, ну, я не знаю, такая поддержка, наверное, ее, наверное, никогда такой не было. А второе это направление — это вот мы вместе обучаемся бизнесу. Третье — это, ну, не только бизнесом единым живем. Это у нас есть спортивного плана мероприятия, мы проводим предпринимательскую спартакиаду уже несколько лет, несколько видов спорта, люди приходят. То есть в разных сферах пытаетесь обвинять их, да? Да, и четвертое — это что-то такое, связанное с культурным наследием, вот, это и творческие вечера, и концерты, и так далее, и так далее. То есть точки соприкосновения разные, ищите, да? А вы знаете, да, если выстраивать, то есть по идее, как бы, вот оно как-то вот приходит вроде с разных мест, но задачи и цели одинаковые. Когда мы начали общаться уже, ну, сначала это была все-таки в основном наша столичная публика, потом уже региональная. А когда потом мы начали выезжать за пределы республики, оказывается, что у предпринимателей, ну, на самом деле, проблемы почти одни и те же везде, вне зависимости там от региона. А как вы боролись с тем, и боролись ли, может быть, с опасками предпринимателей? Было ли такое, что они сомневались, допустим, в организации, и стоит ли вообще туда приходить? Как вот привлекали? Вы знаете, на самом деле, вот этот вот момент доверия, что ли, какого-то, он вот присутствует везде. Иногда вот, когда приезжаешь в район, ну, будет встреча иногда, они длятся там 3-4 часа, первый час мы, ну, мы вроде как бы вот этот негатив только отбиваемся от этого негатива. Спрашивают многие, зачем это вам нужно? А где там какой-то подвох? А где вы на чем-то там зарабатываете? Ну, и вот это вот доверие, наверное, которое нужно выстроить, это, наверное, была основная проблема в начале. И у нас, знаете, первый сезон был, а он назывался «Открытые ладошки». То есть, по идее, вот мы как говорили, что вот если у тебя есть какая-то информация ценная, и ты ее зажал вот в кулачке, и вот, ну, по ментальности ты закрыта. И чтобы ее достать, нужно вот какие-то усилия прилагать. А мы говорили, что вот приходите к нам. Мы все расскажем. Мы все расскажем, мы открыты, да. Но если говорить уж откровенно, то вот, вот будем говорить, вот эта общественная деятельность, она, в принципе, для бизнеса становится очень хорошим маркетинговым инструментом. А на ваш взгляд, с чем связано вот это вот недоверие наших предпринимателей? Все-таки оно присутствует, как вы сказали, в любом регионе нашей страны, и здесь тоже. Ну, я думаю, что это вот уже как-то исторически сложилось, что люди где-то не верят. И в этом плане, наверное, бизнес, он где-то похож на власть, в том плане, что где-то и власти не доверяют, и бизнесменам не доверяют. И сейчас, ну, вот задача стоит поменять мышление. Ну, в принципе, оно у нас, например, в республике, оно за последние пару лет, оно кардинально поменялось. Вы приехали к нам с визитом дружеским, так скажем, по приглашению ваших коллег из Карачаева, Черкесии. У вас состоялась встреча с нашими предпринимателями. Какие впечатления, что заметили для себя, может, какие-то пометочки сделали, похожи ли наши бизнесмены на ваших? А может быть, что-то и разное есть? Вы знаете, мы, вот, наверное, что приятно удивило, это открытость. То есть у нас все-таки, мне кажется, что даже в Башкирии менее открыты, настолько открыты были люди вчера. И при этом они настолько коммуникабельны, и вот этой вот какой-то зажатости мы не увидели. Люди настолько свободные, говорят, как хотят, о чем хотят, рассказывают о своих проблемах. И при этом они не стесняются этого. И я думаю, что это, ну, как сказать, это очень-то отличный такой фактор. Мы думали, что наоборот, все-таки горы, горские люди более закрыты, но мы этого вообще не увидели. Ну и действительно, люди любят свое дело, они открыты и горят. Какие вопросы задавали? Что волнует наших предпринимателей сегодня, взгляд со стороны? Волнует то же самое. И кадровые проблемы, и проблемы продвижения, и проблема нахождения денег, дешевых, может быть, денег на развитие, и формы господдержки, какие существуют. И вот мы рассказывали о своем опыте, сегодня у нас в соцсоциации 18 проектов, которые мы реализовываем. И то есть вот мы поделились вот этим опытом, и я так понимаю, что, в принципе, у местных предпринимателей есть запрос на создание тоже бизнеса. Вообще, я понимаю, это будет, наверное, достаточно сложный путь, если какого-то лидера не найти, да. Но, в принципе, желание у всех есть, это самое главное. А представляли ли какие-то свои идеи или бизнес-проекты наши предприниматели? Знакомились ли вы вот с опытом наших людей? Да, но мы знакомились на уровне того, о чем они говорили, очень интересные проекты. Есть люди, которые делают одежду, они хотят выйти на новый уровень, на новые рынки. А есть люди, которые занимаются обучением, ну, я думаю, что это вот стандартный малый бизнес, да. Это услуги и производство какой-то вот таких товаров. Вот после этого визита, может быть, в планах какие-то официальные еще визиты или либо приглашения наших уже приглашения? Вы знаете, нас вчера пригласили, были мы и в Министерстве экономического развития, да. И, в принципе, мы хотим подписать соглашение о сотрудничестве. И, в принципе, у нас есть мероприятие, которое мы проводим в Башкирии. И были бы очень, нам было бы очень приятно, если бы местные предприниматели могли приехать к нам. Вот, естественно, мы с удовольствием будем приезжать к вам. Вот, и мы уже договорились и с предпринимателем, разговаривали о создании некого каталога общего, может быть, продукции. И, в принципе, как бы... Вдруг кому-то интересно будет там или здесь? Ну, это будет интересно, потому что у нас между нами, будем говорить, оно большое расстояние, и продукция может быть разная. У нас в регионе одно делают, у вас делают другое. И, в принципе, на этом уровне хотя бы начать сотрудничать, это будет большим шагом. Какова вообще основная идея и суть вашей бизнес-миссии? Вы знаете, вот мы в этом году ездили по регионам России. Мы были с бизнес-миссией в Республике Узбекистан. Мы были с бизнес-миссией, с делегацией нашей республиканских бизнесменов и правительства в Республике Австрия. И это позволяет нам продвигать свою продукцию уже за пределы. И учитывая, что есть формы государственной поддержки, и тот же, в нем говорят, комитеты по внешнеэкономической деятельности, если мы поставляем продукцию, ее возвращают стоимость, там, логистический затрат на доставку продукции. А при этом есть возможность общаться с коллегами. То есть, зачастую многие ездят для того, чтобы как имеважоры что-то только продать. А когда ты выезжаешь как бизнес-сообщество, то есть еще возможность увидеть возможности в этом. То есть, вот с последней поездки мы вернулись, нам обратился комитет по такой, знаете, экономической деятельности Австрии. И предложили сотрудничество. И у них есть разветвленная система торговых агентов. А в Европе они вот так работают. Через которых можно сбывать, да? Через которых не можно, а нужно сбывать. И причем они получают свои деньги после того, как кооперация осуществляет. То есть, по идее, чем больше мы будем знать и иметь представление о том, какие у нас продукции есть, вне зависимости, может быть, от региона, то тем интереснее будет нам вместе куда-то двигаться. Поэтому в этом тоже есть огромная польза. Что ж, Рустем, спасибо вам большое за то, что вы сегодня пришли к нам в гости. Мы желаем процветания нашему сотрудничеству двух республик. Надеемся, что оно будет плодотворным. Спасибо вам большое. Я напоминаю нашим телезрителям, что гостем сегодняшней программы был президент Ассоциации предпринимателей Республики Башкортостан Рустем Фадхулин. Для новых сотрудников компании «Марс» существует специальная неделя погружения в культуру корпорации. Сотрудники узнают об истории компании, брендах и сегментах бизнеса, а также своими руками готовят шоколад и сладости. Для производства кока-колы нужно очень много воды, и из-за этого компания нанесла серьезный урон некоторым регионам, где производятся ее напитки. Пострадали территории Индии, Латинской Америки и Африки, где все местные обитатели столкнулись с засухой из-за нещадной эксплуатации воды. Гость сегодняшней программы – советник министра экономического развития Карачаева Черкесской Республики Диана Гудс. Здравствуйте, Диана. Здравствуйте. Итак, клуб предпринимателей, который вполне возможно в ближайшее время появится в нашей республике. Что это будет из себя представлять более подробно и на какой стадии сейчас находится работа по его созданию? Сама идея создания бизнес-клуба, сообщества предпринимателей Карачаева Черкесской Республики, она у нас возникла на самом форуме, инвестируя в КЧР и на форуме социальных предпринимателей. И во время всех мероприятий, которые мы в принципе проводим на площадке центра «Мой бизнес», возникает вопрос именно комьюнити, объединения, сообщества. И мы тоже долго думали над самим форматом, как это делать, кто туда должен входить со стороны центра поддержки предпринимательства, какую роль должны участвовать органы государственной власти. И действительно, мы видим запрос со стороны в первую очередь предпринимателей, что им это необходимо для того, чтобы они могли знакомиться между собой, выстраивать коммуникации. Потому что, как вчерашний вечер показал, что большинство участников, они даже не знакомы друг с другом. Хотя проживают в одном городе, некоторые даже занимаются схожим бизнесом, но они друг с другом нигде не пересекаются. И только за счет того, что мы создаем какие-то мероприятия, форумы, конференции, бизнес-виссии проводим, тот же самый бизнес-ужин, у них появляется возможность познакомиться друг с другом. И мы считаем, что это, наверное, тот первый шаг, это то самое ценное, что мы можем им дать в первую очередь, это коммуникации. И уже во вторую очередь исходить из их запроса, что им нужно, какие необходимы меры поддержки, что должен делать этот бизнес-клуб. Ну, в любом случае, бизнес-клуб это структура, которая должна защищать интересы своего сообщества. Если мы говорим о клубе предпринимателей, то клуб будет преследовать, защищать, лоббировать, как правильнее сказать, именно интересы тех предпринимателей, которые будут в нем состоять. На сегодняшний день как откликаются наши предприниматели на эту идею? Есть ли сторонники, есть ли противники? Противников мы не увидели, есть только сторонники, потому что многие говорят о том, что для них, например, клуб бы позволил своевременно получать информацию о всех мероприятиях, которые проводят Минэк, либо профильные министерства, то же самое министерство туризма, по делам молодежи, потому что у них тоже очень много предпринимательских мероприятий, но ориентированных, например, на ту категорию, которые только хотят открыть свой бизнес. И это тоже интересно и тем предпринимателям, которые недавно открылись, потому что приезжают интересные спикеры, проводятся интересные мероприятия, и ребята хотят в этом участвовать. Мы предоставляем площадку «Центр мой бизнес» для того, чтобы они могли проводить свои встречи, проводить свои собственные образовательные мероприятия, собираться активом клуба на бесплатной площадке, которая оборудована, где есть проектор, то есть есть условия, и мы это условие готовы предоставить. Просто создаете условия. Да, наша задача создать условия, поддержать с точки зрения информационной поддержки, размещение анонсов на аккаунтах, Министерство экономического развития, на «Центр мой бизнес», опять же, визиты представителей органов власти, например, предпринимателей на телеканалы, съемка каких-то сюжетов. То есть «Центр мой бизнес» и Министерство в том числе берут на себя обязательство реализовывать те меры поддержки, которые и так прописаны в федеральном законе 209 о поддержке малого и среднего бизнеса, но более, скажем так, с индивидуальным подходом к каждому предпринимателю. А в рамках сообщества это будет ориентирована такая поддержка для пулами предпринимателей. Потому что когда мы, например, собираем предпринимателей на бизнес-миссию, есть определенные ограничения. Должно быть три предпринимателя, это должна быть профильная выставка, и предприниматели должны быть одной сферы. То есть, например, если мы недавно ездили на бизнес-миссию в Нижний Новгород, и она была посвящена социальному предпринимательству, мы сделали отбор именно социальных предпринимателей, которые туда поехали. Естественно, предприниматели, которые занимаются кожей и мехами, это не их профильное мероприятие, ими самим там будет неинтересно. И поэтому мы хотим в рамках клуба сделать тоже, опять же, такую некую сегментацию, для того, чтобы исходить из запроса самих предпринимателей, куда они хотят, чтобы мы их отправили на выставку, либо ярмарку, на какое мероприятие им нужно. Вчера мы, например, обсуждали о том, что вот они говорят, мы хотим, например, позвать какого-то спикера, не того, которого рекомендует министерство, либо центр мой бизнес приглашает, а вот мы сами нашли, и мы его хотим. То есть мы эти все моменты тоже оговорим, мы ими разъясняем, что есть вот такая мера поддержки, образовательная. Соответственно, в рамках нее мы можем приглашать экспертов, но при условии, что, например, будет запрос от 15 предпринимателей. То есть мы готовы идти к вам на встречу, но вы должны самоорганизоваться и должны быть активными. Мы вчера тоже обсуждали о том, кто должен быть лидером, и мы сразу говорим о том, что лидер обязательно предприниматель, потому что если вы сами не захотите это делать, то мы не сможем это сделать за вас. Потому что предпринимательское сообщество, оно должно формироваться снизу. Бесполезно его насаживать сверху, потому что если мы не будем находиться в тесной коммуникации с бизнесом, не знать их проблемы, их хотелки, да, изнутри, да, общаясь именно с ними в полях, то мы не сможем адекватно перестраивать те меры поддержки, которые есть из федерального центра, из регионального центра. Ну и главный вопрос, когда? Есть ли какие-то сроки? Сроков мы себе каких-то конкретных не ставим, поскольку вчера было первое такое установочное мероприятие, а в понедельник у нас была накануне как раз тратсессия, тоже приезжал методолог, федеральный эксперт Светлана Соснова. Но мы отрабатывали историю создания именно ассоциации социальных предпринимателей, поскольку у нас мы решили все-таки за собой эту передовицу в рамках СКФО оставить. И вот социальные предприниматели, которые у нас участвовали и в конкурсе «Лучший социальный проект», и вот ездили в бизнес-миссию, они все в один хор сказали, что да, нам ассоциация необходима именно как юрлицо. И на сегодняшний день мы остановились на том, что для социальных предпринимателей мы делаем ассоциацию, это будет юрлицо, для сообщества пока предпринимателей мы делаем неформальный клуб, но мы тоже сделаем интернет-сайт, сделаем удобную логистику. На самом деле, даже сегодня утром мы проснулись, и активисты уже создали группу в WhatsApp, уже сделали логотип сообщества бизнес-клуб КЧР, уже приятно. То есть вот, как говорится, первые шажки, да, люди переспали. То есть наша задача была зародить у них в головах вот эту мысль, идею, как говорят, нужно с этим переспать, да, и потом уже смотреть, какой будет результат. И то, что с утра мы проснулись, уже у нас есть группа в WhatsApp, и есть активисты, которые туда добавились, да, для нас это тот показатель активности именно самих предпринимателей, на которых мы будем ориентироваться. В любом случае, мы хотим собрать костяк, минимум 50 предпринимателей, на которых мы можем всегда опираться, да, проводить опросы, проводить исследования, то есть выходит новая мера поддержки. Учитывать их мнение, да, в общем. В первую очередь, мы хотим учитывать в первую очередь мнение бизнеса, да, потому что нет смысла делать мероприятия, которые им не нужны. И хочется сделать именно то, что поможет им в бизнесе, поможет им в развитии. Не хватает знаний, хорошо, мы готовы приглашать экспертов, которые будут вас учить, потому что это очень важно, да. Не хватает бизнес-миссий каких-то коммуникаций с соседями, соседними регионами, с предпринимательскими сообществами, мы готовы приглашать. Почему и возникла идея пригласить именно успешное на сегодняшний день бизнес-сообщество, да, из другого региона, чтобы это не от нас исходило, чтобы мы говорим, вот, пожалуйста, там, в Петербурге, либо в республике Башкортостан, есть удачные клубы, да. То есть это как-то для них было бы абстрактно. А вот позвать именно предпринимателя, позвать лидера такого сообщества, который сам донесет информацию с первых уст, и люди смогут задать интересующие вопросы, ну, это был прям, вот, мы попали в точку, да, на самом деле. И коротко, что бы сегодня ты бы сказала тем людям, которые могут стать потенциально членами клуба предпринимателей Карачао-Черкесской республики? Мы всех приглашаем в наше сообщество, в бизнес-клуб, мы ждем на самом деле каждого, нам важен каждый предприниматель, потому что мы собираем вас по крупицам, да. Приходите сами, знакомьтесь с деятельностью клуба, с деятельностью центра «Мой бизнес», приглашайте своих друзей, партнеров, и я думаю, что мы в течение нескольких лет действительно совместно сможем создать очень сильное предпринимательское сообщество, которое потом будет точно так же ездить в другие регионы и делиться своим опытом, да. Что ж, Диана, спасибо большое, надеемся, что в самое ближайшее время в нашем регионе появится успешный клуб предпринимателей. Я напоминаю нашим телезрителям, что гостем сегодняшней программы была советник министра экономического развития Карачао-Черкесской республики Диана Гудс. Один известный человек как-то сказал, всегда нужно знать, как продать идею. Именно в этом и заключается успех любого предприятия – уметь продавать то, чего желает потребитель. С вами была программа «Свое дело». До свидания.